Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Сегодня в евангельском чтении представлена достаточно драматичная ситуация. Это столкновение благочестия и добродетели. Вот тот самый несчастный, который не мог дойти до спасительных вод, через которые люди раз в год получали исцеление, лежал десятки лет и лишал потому, что у него не было сил доползти до этой воды. Надо было непременно первому войти в освящающие человека воды, а у него ни сил, ни возможностей не было, и лежал он многие-многие годы, наверное, уже теряя всякую надежду, что кто-то поможет ему избавиться от недугов. Вот хорошо известно, что иудеи, в том числе самые благочестивые иудеи, Вели себя таким образом, что защищая свои обрядовые установления, свою некую законность, шли на то, чтобы одновременно нарушать самую главную заповедь о любви к Богу и к людям. И вот это нарушение одной заповеди в угоду как бы исполнения другой и представлено в том числе и в сегодняшнем евангельском чтении. А как же нужно жить для того, чтобы ни ту, ни другую заповедь не нарушать? Очень важно, чтобы любовь к Богу не становилась делом формальным, требующим исключительно исполнения неких действий. Ну, например, прийти в храм – хорошее действие, да, но если наша вера будет только этим ограничиваться, то мы будем мало чем отличаться от тех самых фарисеев. «Вера без дел мертва есть», говорит нам Слово Божие. И поэтому каждый христианин, который по милости Божией сохраняет веру в сердце и посещает регулярно Божий храм, и тем более причащается святых христовых тайн, живет духовной жизнью, не может не творить добрых дел. Вот это аксиома. Вот, пожалуйста, запомните эти слова. «Не может не творить добрых дел», потому что вера без дел мертва есть. Вот если мы запомним эти слова, и не так, как обычно, знаете, выслушали что-то там, что читают в церкви, вышли на улицу и все забыли. Если мы с вами сегодня из храма выйдем с твердым пониманием того, что наша вера и наше посещение храмов мертво есть, если мы не творим добрые дела, то мы действительно с этими мыслями, несомненно, изменим свою жизнь к лучшему. Итак, добродетель не является неким прикладным к нашей религиозной жизни. Она является непременным условием нашего спасения. Вера, потому что без веры мы не можем угодить Богу, по слову апостола, но и дела, без которых вера становится мертвой. И ведь это касается всех нас, и мирян, и священнослужителей. Все мы так привыкаем к тому, что вот религиозность стала как бы частью нашей культуры, нашей жизни повседневной. И нередко самое главное упускаем, то, что вера-то без дел мертва есть. Поэтому, как я уже сказал, сегодня из храма нужно выйти с убеждением, что мы должны, каждый из нас должен совершать добрые дела. В меру своих сил Господь не требует от нас сверхусилий. Он не говорит нам, бросьте все, мужа, жену, детей, только добрые дела совершайте. Нет, это было бы страшным извращением заповеди Божии. И знаем, что иногда люди идут по пути таких извращений. Различного рода секты, которые, так сказать, замыкаются в самих себя друг к другу, делают добрые дела, но воюют против всех остальных. Это совсем не тот путь. Путь совершения добрых дел, и само это совершение, ни в коем случае не должны, во-первых, возбуждать нас чувство полного удовлетворения. Ну что же, я и в храм схожу, и добрые дела делаю. Ну а что еще надо? Вот такая установка сразу перечеркивает наши добрые дела. Мы не можем сказать, что я делаю все, что достаточно для моего спасения. Так, как говорили фарисеи, Господи, благодарю Тебя, что я вот такой хороший, и главное, что я не такой, как вот этот мытарь, который рядом со мной. Я пащусь, я делаю какие-то соответствующие обрядовые действия. Ну и достаточно. Вот такого рода религиозность, она хуже всякого безверия. Почему? У неверующего человека остается шанс спастись через обращение к вере. И став верующим, он может стать действительно носителем Духа Христова. А иногда верующие люди, которые вроде как и в храм постоянно ходят, а живут-то совсем не так, как Господь велит. Вот тут случай, как говорят, гораздо сложнее. Выйти из этого состояния очень тяжело, потому что создается иллюзия духовного благополучия. Все в порядке, я не такой, как этот мытарь. Поэтому, дорогие мои, наша задача заключается в том, чтобы духовно бодрствовать, чтобы внимательно наблюдать все то, что происходит внутри нашей души, отслеживать и мысли, и действия, и самое главное, сверять нашу жизнь, и мысли, и действия наши с тем, чему мы научены Словом Божиим. А сегодня мы научены очень важному, как доброе дело помогает человеку спастись. Вот без этого бы того, кто взял на себя труд погрузить в спасительные воды несчастного, он несчастный бы не обрел исцеления, и этот человек бы не обрел спасения. Пусть вот этот образ, который сегодня предлагает нам Святая Церковь, помогает нам с вами укрепляться в вере, той самой верой, которая становится спасительной, если она поспешествуется добрыми делами. Аминь. С праздником всех вас поздравляю. Субтитры создавал DimaTorzok